Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лападом. И сегодня речь пойдет о воспоминаниях Софии Леонидовны Прокофьевой. Я уже рассказывал об одной ее книге в жанре именно мемуаристики, в жанре автобиографии. Она называлась «Другая дорога» и вышла в издательство «Время». А вот эта книга «Тайна далекой дороги» дополняет и составляет как бы Мальдештамовскую двойчатку. Вот такое вот своеобразное отражение, не искаженное, но дополненное. Значит, той первой книги. Дело в том, что книги очень разные по объему, настроению и назначению. Если первая писалась все-таки в большой спешке, потому что Сергею Прокофьеву, Горячеву, любимому сыну, нужен был рассказ о жизни, значит, о прожитом и пережитом. Это очень личное. Я не хочу вдаваться в детали. И, конечно, ну, в общем, не должны родители терять детей. Это ужасно. Это совершенно невероятно. Сложно пережить. И вот сейчас, когда я читаю «Тайну далекой дороги», я понимаю, что в этой книгу вошло то, что, может быть, могло войти в первую. Но сейчас Краснолещиво дополняет вот те вот самые фрагменты, иногда просто сокращенные. Книги читаются вообще за несколько часов. Это необычайно интересное чтение. Я сейчас объясню, почему. И вот сейчас как бы расцвечиваются новыми красками эти же самые страницы, уже как бы знакомые нам биографии. Дело в том, что София Леонидовна Прокофьева, наш с вами современник, наше огромное счастье, что она сейчас в добром здравии и продолжает работать активно, она знала весь Серебряный век. Она знала всю лучшую русскую культуру в сфере музыки, литературы. Значит, приходилась доброй знакомой или просто собеседницей в великем мира сего и сама является одним из выдающихся отечественных писателей. Просто жанр, в котором она создала настоящие чудеса, да, это сказка, считается жанром детским, жанром как бы второстепенным, вспомогательным. Я уже не говорю о замечательных переводах, обо всем остальном, там много всего. Но вы же понимаете, главное это сказки. С ее сказками под подушкой выросла полустраны. И это говорит о гораздо более важном значении написанных произведений, чем просто развлекательные детские книжки. В чем же здесь секрет? Во-первых, в глубокой, глубочайшей совершенно потрясающей философской религиозности, которая содержится в этих сказках. Но эта христианская религиозность никак не проявлена снаружи. Можно быть буддистом, можно быть мусульманином, можно быть атеистом, как я. И совершенно четко чувствовать вот ту колоссальную силу поддержки, то светлое, теплое чувство, которое пронизывает все произведения Софьи Прокофьевой, в том числе ее мемуары. София Леонидовна действительно может вспомнить об очень многих интересных людях очень многое. Но, как я говорил в своем предыдущем рассказе, и как в тайне далекой дороге особенно явственно это видно, потому что эта книга больше по объему, в ней многие страницы освещены глубже, да, о каждом из этих исторических для нас с вами персонажей, она вспоминает так, словно что-то хорошее обязательно должно сопровождать мимолетную пусть встречу, но с этими людьми. Что-то доброе и трогательное находится хотя бы в масштабе одного предложения, одной-двух фраз для каждого из этих имен. А ведь молодость и первая половина жизни пришлась у Софии Леонидовны, наверное, на один из самых страшных периодов в истории нашей страны. И репрессии, и постреволюционная разруха, и, значит, последующая за ним страшная кампания по борьбе с космополитизмом, и антисемитизмом. Я уже не говорю о вклинившейся между этими событиями в Второй мировой войне, да, значит, с эвакуацией, с голодом, с разрухой послевоенной. Это всё абсолютно было. И, значит, советская цензура, и страшные истории, которые случались с родными и близкими людьми. Достаточно вспомнить великого пианиста, Самоёва Фейнберга, близкого друга, дяди, который постоянно жил рядом с ней в доме. И что он многие десятилетия носил в лацкане пиджака ампулу с анистым калием. Он знал, что он обязательно должен её проглотить, потому что первого же допроса он просто не выдержит. В случае ареста он был твёрдо намерен, решительно. И при этом человек творил, музицировал, гастролировал, давал невероятные концерты, осваивал новые произведения. Бах и, значит, Гайден и Моцарт звучали в квартире в любые самые лихие и тяжёлые годы, просто как фон. В одном из эпизодов книги отключается электричество в квартире, но музыка продолжает играть, потому что за стеночкой занимается, разбирает сложные произведения, музицирует великий пианист. Вот ведь здорово, здорово, скажете вы. Но с другой стороны, сколько людей сгинуло, сколько трагических судеб. И вот эта книга, как раз «Тайны далёкой дороги», она показывает и вот эти мрачные тайны тоже. Всё-таки в первой книге воспоминаний было больше светлого. Здесь у нас некоторые эпизоды очерчены явственно. И указано, что всё-таки была абсолютно невероятная и удивительная подлость в людях. И каждый раз, когда София Леонидовна это упоминает, преступления, которые совершались у неё на глазах, и свидетелем которых она была, вот гибель, когда ломались человеческие судьбы, когда арестовывались и навсегда погибали в лагерях люди, каждый раз она была какой-то такое совершенно неестественное для взрослого, много пожившего человека удивление проскальзывает в этих строках. Как же так может быть, что человек способен на такое? И только вот тот самый свет, который пронизывает всю книгу от первой до последней буквы. Это реально что-то религиозное, правда. Я совершенно не понимаю, как это воплощено, потому что никакой апологетики, книга не содержит апологетики, это выступление в защиту, например, христианства, христианская апологетика. Никакой апологетики в книге нет совсем. Это просто констатация фактов. И они сами удивительно так выстраиваются, что биография и все её повороты, и даже страшные трагические события обретают какой-то смысл. Это великое дело. Эта книга внушает надежду и даёт желание и силы жить. Это действительно здорово. Кроме того, конечно, живые, потрясающие портреты людей, о многих из которых я знал очень мало. Художников, музыкантов, поэтов, литературоведов, музыковедов. Многие из них были родственниками Софии Леонидовны. И она о них может сказать какие-то такие домашние, очень такие нежные вещи, которые большая история не сохраняет. Понимаете, это всё-таки взгляд изнутри, взгляд человека, общающегося с героями книги. Книга богато проиллюстрирована. То есть, когда вы будете читать, вы увидите множество удивительных фотографий, причём запечатлевших героев зачастую в детстве, в молодости. Больше вы этих снимков нигде не найдёте. А также картины, потому что живопись так или иначе всю жизнь сопровождала Софию Леонидовну. Это касается и её мамы, это касается и её сына, это касается очень многих людей. Но я, опять же, не буду вдаваться в подробности. Вам надо прочитать саму книгу. В целом, что я могу сказать? Мемуар мемуару розни. Есть одни воспоминания, которые ты читаешь для проформы, которые ты читаешь, потому что ты хочешь усвоить сумму материала исторического. Вот те самые даты, те самые детали биографии, которые зачем-то тебе нужны умственно и интеллектуально. Есть книги, которые ты читаешь исключительно сердцем, по воле души, потому что на самом деле это действительно удивительный взгляд. Я не могу вам в точности передать. Я пытался, но вряд ли получится. В точности передать, чем же так вот характеризуется это удивительное свечение, удивительное, потрясающее мировосприятие. Но, вероятно, долгая жизнь и знакомство с теми людьми, которых сейчас уж не сыщешь в наших с вами кругах общения, вероятно, знакомство с высшими достижениями человеческого духа, с великими и величайшими именами и в музыке, и в поэзии, вероятно, необычайная, потрясающая одаренность. Я упоминал, нет, нет, не упоминал, что Борис Леонидович Пастернак хвалил стихи, значит, Софьи Прокофьевой. Это, знаете ли, надо умудриться. И одновременно это подается с какой-то совершенно естественной, наивной, такой, я бы сказал, очень принижающее событие обыденностью, да. На самом деле, это был спор, спор молодых девчушек, значит, очень юных, таких глупеньких, да, возвышенных. А я вот наспор, почитаю свои стихи Пастернаку и поцелую его. И ведь выполнил уже свое обещание. И спор таким образом выиграл. Вот. Ну, вряд ли об этом событии сохранил какие-то воспоминания Борис Леонидович, но история доносит до нас факты о том, что стихи он просто так не хвалил. Это было важно, это было нужно. И уж если он согласился со вздохом, там, значит, выслушать какого-то молодого автора, то судил его истинно, да, судил его по-настоящему. Но это, к слову, в конце этой книги вы увидите удивительно гармонизирующую, как бы, все это развязку. Тот финал, тот эпилог, которому, в принципе, любой человек, взыскующий чего-то в этой жизни, помимо материальных благ, стремится, да. Нет, это не признание, не слава, это не всеобщая любовь. Это другое. Это какие-то те духовные вещи, которые вообще в слова не отливаются и которые я сформулировать не возьмусь точно. Но в любом случае, ради финала, прочитайте эту книгу. И возвышенное чувство, чувство, которое долго-долго еще остается в уме и сердце после этой книги, я думаю, подтолкнет вас с той же самой мыслью. Есть люди с удивительной судьбой, потому что душа их могла эту судьбу вместить. Другой человек прошел бы по тем же лабиринтам и даже не заметил бы этих вещей. Потому что это свойство личности, это то, что действительно дает Софии Леонидовне силы жить и вспоминать о всех этих милых, прекрасных, замечательных, талантливых, иногда и нелепых, иногда несовершенных, иногда трагически разошедшихся с ней людей. Но она о них о всех вспоминает так, что нам хочется жить в этом мире. Это действительно надо уметь. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.